Продолжение следует... ...междисциплинарное участие на это мероприятие, где также участвовали онкологи, обсуждались разные вопросы. И вопросы были рассмотрены под разным углом зрения, что, в общем-то, внесло очень интересный вклад в мероприятие. И компанию «Ники Мед», которая обеспечила такой бесперебойный, по сути, бесперебойную работу этого мероприятия, никаких накладок, все очень интересно и сглажено. Что важным для всех являются разные. Тут очень много полезной информации как для молодых хирургов, которые только начинают осваивать специальность, так и для людей, которые находятся достаточно давно в пластической хирургии и являются опытами. Тут разная сложность была представлена. От базовых вещей, таких как анатомия, подходы, классические методы до продвинутой хирургии, как профилактика, лечение, осложнение маммопластики. Наиболее распространенные проблемы и проблема, которая носит, в общем-то, ну такой серьезный характер, я имею в виду, АЛСЛ и взгляд на нее президента, общества. Самое главное, что, думаю, вынесет эти и другие, это тенденции еще, тенденции, мировые тенденции, что на сегодняшний день является приоритетом, какие импланты являются лучшие, какая текстура более безопасна. Я думаю, что это общемировые тенденции. Если говорить за иностранных лекторов, ну, я бы так сказал, есть лекторы разные, и вне зависимости от того, они отечественные или зарубежные, вот, бывает интересные, бывает менее интересные, бывает, когда у тебя совпадает угол зрения с лектором, бывает нет. Вот лекторы, которые были на этом курсе, были достаточно сильные, с большим опытом, которые поделились большим количеством результатов своих практических и поделились своим углом зрения на те и иные проблемы. Поэтому лекторы мне понравились. До встречи в ноябре на модуле по эстетической хирургии тела.